Здравствуйте! На просторах ютуба появилось видео о взятии в плен в районе Харькова некого подполковника. Через некоторое время пошла по средствам массовой информации информация о том, что взят был в плен генерал российской армии Сычев. С помощью физиогномики мы постараемся с вами идентифицировать данного человека и посмотреть, правда это или нет. На моем канале есть видео, где мы подробно разбирали видео о данной личности, о данном подполковнике. Но хочется подтвердить либо опровергнуть тот факт, что в действительности был взят генерал армии Российской Федерации. Итак, налево. Очень тяжело, хочу сказать сразу. Единичная фотография справа и на просторах интернета все, что смогли мы найти, это данное фото. Здесь мне бы хотелось акцентировать внимание на уши, на уши наших с вами двух персонажей. Ухо персонажа слева имеет своеобразную своеобразную выемку в верхней части уха. Также самое здесь мы можем идентифицировать точно же такую выемку у персонажа справа. Уши по размеру одинаковые, имеют соответствующий завиток, как здесь четко отображается, так и здесь. Ничто как ухо может непосредственно идентифицировать. Если еще можно глазам, да, нос, либо другую отдельную часть тела подкорректировать, то уши очень-очень тяжело. Так же самое. Мочка отсутствует. Мочка лопоухость отсутствует как у персонажа справа, так и у персонажа слева. То есть можем с вами предположить на большое количество процентов о том, что данное ухо как у персонажа справа, так и у персонажа слева есть непосредственно одинаковые. Также хотелось бы отметить родинку на левой щеке. Родинка на левой щеке слева. Так же само у персонажа, который у нас находится с правой части. Также сама идентичная родинка. Это еще один плюс, дает показания о том, что это есть два одинаковых человека. Глаза. Глаза узкие, прищуренные на фото. Также справа у персонажа подполковника условно, да. Можно его даже. Также глаза прищуренные. Прическа. Прическа, короткая прическа как у персонажа справа, так и у персонажа слева. Нос. По форме носа есть схожесть, но все-таки разные ракурсы и поэтому тяжело идентифицировать. Подбородок. Подбородок имеет лунообразную выемку как у персонажа справа, так и у персонажа слева. Прошу прощения. Мы можем предположить на 99% о том, что это есть один и тот же человек. Конечно, сейчас средство массовой информации будет очень опровергать эти факты, но по физиогномике я думаю, что все-таки это есть два. Вернее, один и тот же человек, только не могу понять, почему здесь он в генеральском мундире, а непосредственно на самой войне в Украине, в Харькове, в Харьковской области данный персонаж в звании подполковника. Как так оно получилось? Делаем соответствующие выводы. Я желаю вам мужества, выдержки и терпения. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, распространяйте это видео. Желаю всем удачи, до новых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...